Всем привет дорогие мои подписчики садоводы и огородники уже по многочисленным многочисленным просьбам я хочу показать приобретенные мною семена хотя я считаю что всему свое время пока сейчас праздники и вообще девчульки мои садоводы дорогие мы должны отдыхать от огорода долго не заниматься как бы одним и тем же делом не зря господь придумал разные времена года для того чтобы отдыхали как бы растения и мы тоже это прекрасно что на стране есть и снег есть и зима если осень весна и лето это здорово чего не хватает других странах вот поэтому покажу потому что очень спрашивали вот покажите хотя мне сейчас не до этого но я все-таки я ездила к подруге у нее свой магазин семян привет олечка тебе моя дорогая я прикупила у нее помидоры скажу вам что как говорится человек без головы и так же и вы бы совершенно вот вот накупила и думаю куда мне столько у меня еще полно есть затем все равно потом я после нового года тоже погуляю прогуляясь по в днх и наберу но ладно что делать вот такие вот мы огородники безумные влюбленные в это в эти томаты я просто без них жить не могу вот так что сейчас покажу вам небольшой обзорчик так вроде как бы хорошо видно вот сейчас поближе вот так вот сделаю поближе чтобы вам было видно вот и вот такие начну с очень вкусных томатиков это мне посоветовала олечка это очень хорошие томаты 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 сосулька розовая до 10 килограмм с растения без особых хлопот вот значит бережет время и приносит доход так написано здесь это семена сибирский сад не буду углубляться просто все вот эти семена которые сейчас здесь есть некоторые у меня уже были а некоторые новинки для меня и мне посоветовали их вот поэтому я и беру дальше розовое утро тоже по совету олечки розовоплодный сибирский гигант плоды размером xxl значит и нежная сахарная мякоть тоже семена от сибирской селекции многие знают кто у меня на канале что я очень люблю крупные томаты и поэтому как бы их покупаю и очень люблю такие вот длинные вот ну меня проще спросить что я не люблю дядя степа я сажала такие томаты они на самом деле такие здоровущие такие классные это семена сибирский сад то же самое обожаю эту серию обожаю эту фирму сибирский сад это замечательные томаты их схожесть стопроцентная вот такие красота такая красота вот не буду углубляться когда будем сажать тогда и более поговорим значит томат любящие сердце красные все наверное знают и все сажали в этом году я показывала вам бычье сердце так вот это лучше бычьего сердца массой до 1 килограмма некоторые урожайность 60 процента выше чем у бычьего сердца очень советую вам потому что мне их посоветовали я считаю что это хорошие семена это уральский дачник фирма а вот тоже у своей любимой подружки оленьки купила но на м но на м это сибирский сад это первый раз 700 грамм плоды сибирская селекция мощная мощная мощное растение оле сказала крупные планы и сахарная мякоть прям большущие такое растение вот такая красота тоже всем советую кстати если кто еще не заходил на канал тети тани это голова садовая то можете перейти по ссылочке я оставлю вам ссылочку к тете тани в гости и вы у нее найдете столько всего насчет томатов о выборе о сортах поверьте мне не пожалеете ни за что так что заходите к тете тани здравствуйте дорогие мои телезрители телеканала фонтово и конечно подписчики на ютюбе приветствую всю россию от дальнего востока до западной части наших границ как говорит наш президент у россии границы не определены поэтому здравствуйте израиль тунис болгария позже все кто меня смотрит сегодня речь пойдет опять о тех растениях которые все-таки пригодятся для того чтобы их вырастить на балконе конечно они должны быть не крупными некоторые должны быть невысокими а некоторые должны быть итак но на м тоже по совету дальше лорд лорд я сажала вот лорд это хороший но это по моему уже улучшенная я сажала такие семена а сибирская тоже серия очень хорошие томаты крупные для открытого грунта вот их можно сажать и очень хороший урожай дает и в открытом грунте это новый средний ранний написано новый но как бы я уже сажала его прошлом году неприхотливый сорт сибирский селекционеров для открытого грунта вкус низкорослый высотой где-то 40 50 сантиметров выращивала я его без посынкования его можно без посынкованы он усыпанный длинненькими длинненькими такими помидорами очень хороший я вам советую он у меня на улице рос и ничего при такой температуре подмосковья на северо-западе у нас дом там вообще хочу сказать это супер что он так вырос ну конечно с уходом и с любовью значит здесь у нас идет томатик матреша это тоже первый раз я буду сажать сибирский тоже сад сибирская селекция крупноплодный розовый до 300 грамм тоже по совету олечки вот такая красота все знают кто на моем канале кто со мной всегда о том что я очень люблю желтые томаты они очень вкусные очень хорошие это труфель желтый у меня разные труфель и достоинство этого сорта конечно оригинальная форма краска плодов которые ну хорошая лёжкость значит замечательные качества продукции довольно высокая устойчивость болит к заболеваниям вот очень хорошие значит и серия и трюфель розовый трюфель красный разные есть я всегда сажаю я сейчас покажу вам в конце томаты очень жаль что они у меня потом смешались все желтые до сих пор они у меня хорошие вам сейчас на среде покажу даже их насколько лёжкость хорошая грушовка на вот сибирская сибирский сад трюфель тоже сибирский сад тоже очень хороший это для открытого грунта советую очень хорошие урожай так видимо невидимо я сажала и на самом деле девчонки мои хорошие видимо невидимо их очень много это тоже сибирский сад очень хороший и пожалуйста можно сажать вот на улице отличный розовоплодный урожайный для открытого грунта но можно и в пленочных теплицах пожалуйста у него такая способность порадовать очень хорошим урожаем крупных и вкусных плодов и сорт знаете очень так он считается раннеспелый низкорослый очень хорошо и кстати вот первая кисть формируется над четвертым листом вторая над шестым а последующий через два и все и он заканчивает свой рост но его можно вести если вы я вот буду в пленочной своей теплице вести в 23 побега и вы знаете сколько будет томатов я вам советую его вот это так осу мой любимый осу девочки я просто обожаю этот томат сибирская тоже селекция просто обожаю очень хорошие девчонки я сажала его и всем советую я показывала свой урожай есть у меня кому интересно можете зайти посмотреть урожай 2016 2015 моих томатов пожалуйста загадка природы обожаю сажала очень часто давно и сажая его тоже сибирской селекции девчонки реально это старт снаружи томаты желтые таким вот снимать с небольшим розовой шапочкой а на среде розовые вы знаете это уникальная ну ну просто уникальная вот окраска это просто нет нет слов такое сочетание с одной стороны обеспечивает сахарный вкус как у многих розовоплодных сортов как вы знаете с другой такие диетические свойства плода за счет которого имеет низкое содержание пуриновых кислот как у сортов с желтой окраской вот желтый почему я люблю там низко содержание пуриновых кислот и очень и сладкий девчонки очень хорошие я советую я показывала его уже в спелом виде акварель первый раз буду сажать а сибирский сад я очень люблю такие вот сливовидные длинные томатики и перцевидные люблю да опять таки что я не люблю проще спросить сливовка новиночка для открытого грунта очень хорошо использовать для открытого грунта девочки очень хорошие томаты и томат конечно же безразмерный сибирский сад тоже действительно мне сказали что он безразмерный потому что он он во первых он высотой 1 и 1 2 метра рост прекращается после нагрузки плода плодов и первая кисть формируется на 8 9 листом последующий через два лица листа но опять же хочу сказать что можно формировать в 2 и будет побольше томата но что хочу сказать до одного килограмма эта форма напоминает литровую банку написано литровую банку это такой совет от моей подруги купите безразмерный томат он напоминает литровую банку и вот и хочу вам сказать что лучше оставить на этом кустике поменьше плодов я очень часто так делаю чтобы увидеть во всей красе и во всей силе во всей массе действительно как здесь пишет производитель крупный до килограмма и он такой будет я знаете я люблю многие томаты формировать так чтобы пусть меньше но качественнее слаще и вкуснее они будут спеть все на хусту и все такое вы понимаете о чем я очень хороший сорт рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте в открытом грунте достаточно посынковать только до первой кисти вот и остальное все будет хорошо очень хороший советую я настолько поговорила с подругой на счет этого сортика дальше сахарный бизон естественно я уже вам говорила и показывала сибирский сад это замечательный и замечательный один из лучших сортов любительской селекции вот прародитель многих перспективных сортов и видов очень значит пластичный сорт по своим данным характеристикам достоинство сорта крупноплодность от 250 до 600 грамм при довольно таки ранних созреваниях в сочетании с детерминантным типом куст идет 80 и 100 метров но это в теплице пленочной чуть чуть меньше а поликарбоната не делается даже полтора метра сорт очень славится вкусными мясистыми сахаристыми плодами как бы разовоплодный цвет очень хороший сахарный бизон советую ну и конечно же моя любимка черный принц девочки в этом году я вам показывала обзор свои семян зайдите посмотрите это просто нечто я оставлю ссылочку под видео чтобы вы могли зайти посмотреть обзор вот арбузный я вам показывала столь какой урожай был какие они замечательные какие они вкусные черный принц и разные разные черные томаты какие только у меня их не было у меня их море не буду сейчас перечислять и арбузный они вот таким вот в этом таким вот шоколадным оттеночком у бедышек очень вкусные было плоды круглые гладкие вот слегка конечно сбоку здесь как показано на донышке ребристые доходящие до черного плотные мясистые сладкие красно-коричневые такие они очень вкусные девчонки советую вам купить это просто нечто это семена россии тоже русский сад вот здесь написано это тоже такие так сажала и они хороший урожай дают и схожесть тоже хорошая и конечно моя любимка вспомните я еще смеялась 2015 саду урожай 2015 года тоже оставлю ссылочку я еще смеялась что эта сумочка дамская хочется приделать вот такую шпилечку как вот кошелечки такие сумочки открывались реально они такие это такой увесистый томат японский краб всем девочки советую я его выращивала три года подряд крупноплодный вот и растение индетерминатной высотой 150 сантиметров требует конечно подвязки формирования безусловно они такие ребристые до 800 грамм вот просто нет слов от 350 даже я взвешивала и дальше их столько видимо не видимо я показываю вы посмотрите там где-то видео у меня они прямо на до самого верху вот просто последняя кисть и она вся сформировалась и ломился куст от вот такой красоты советую вам японский краб золотые купола тоже сажала они знаете очень очень схожи с час час девчульки мои хорошие очень схожи с загадкой природа посмотрите тоже примерно также такая же окрасочка знаете когда они растрескиваются вот здесь меня долго не было посмотрите пожалуйста если хотите все летние мои уже в теплице о помидорах я показывала они прямо растрескались здесь как у арбузика сахарно прям сахар сахар там у меня пчелки сидели это настолько здорово это вкуснятина они очень похожи купите дальше немножечко вот прикупила шоколадница фасоль тоже мне нравится шоколадные бобы с высоким содержанием белка содержание белка 23 процента даже них они такие знаете удлиненные хорошие такие ну фасоль очень хорошая это сад зерновой фасоли не надо забывать такие вот и они мясистые ой мясистые очень много белка вот и калия магния железо вот и для вторых блюд для консервирования тоже можно его использовать вот цветки розовые на них очень красивый кстати я сажала бабы почти ровные такие средние по длине очень хорошие советую вам купить тоже и конечно же сейчас поговорю с вами об огурчиках а пока я покажу вам значит и дыню это сережкина любовь дыня сибирский тоже сад посоветовала не моя подружка она выращивала в этом году и очень понравились так вот такие ну не буду единственно что мне понравилось что растение среднеплетистая потому что они вымахивать не знаем сколько вот посадим и увидим хотя я живу сейчас в таком районе на северо-западе москвы хочу вам сказать не знаю но буду стараться выращивать постараюсь в этом году у меня ничего не вышло подкосила у меня смерть моей сестры и много задуманная не не сделала вот ну это ничего страшного впереди еще есть время показать вам дыня значит и огурчики реально эти огурчики она уже сажала и я вам советую кнопа f1 огурец это f1 это означает что вы не можете собирать семена она не повторить материнское качество чтобы знали это лакомые раннеспелые мини огурчики нравится взрослым и детям действительно вот такая вот кнопочка собачка кушает огурчик очень хорошие огурчики тоже значит всем советую это раннеспелый самоопыляемый гибрид для любителей а значит аккуратных крышончиков очень вкусный и хороший мне посоветовала она сажала можете купить дальше вот такой северный поток f1 я просто когда его увидела тоже прямо взяла тоже советовала на мне сибирский сад не подведет на севере и на юге обильный ранний урожай букетная зависть очень хорошие я буду сажать в теплицы как обычно я вам показываю меня по левую по правую сторону моей поликарбонатной теплицы я сажаю по два кустика и прекрасно они растут с помидорами и я снимаю прекрасный урожай но можно садить и на улице и пленочных теплицах и на улице ну и теперь я хочу вам показать свои помидоры девчонки очень жаль очень жаль что у меня не получилось заснять заснять вернее поставить бирочки на томатики вот эти но они просто я уже смешала я уже наконсервировалась доволь смешала их все вместе и убрала и вот мы едим до сих пор посмотрите желтые томаты но я вижу что они разные вот это совершенно другой сорт и они до сих пор посмотрите какие они толк твердый такая товарность лёжкость такая я вам сейчас вот разрежу очень вкусные ароматные желтые помидоры это мои домашние посмотрите какая красота вот тоже мясистые такие вы знаете я просто удивлена но очень жаль что я вот так вот как бы уже не разделила остатки чтобы они были по как говорится номера по названию видите какая мясистость и лёжкость какая это мои домашние томаты запах отличный и просто прелесть обожаю их но этот не буду уже разрезать осталось у нас еще может быть килограмм полтора до нового года красные тоже хотела показать некогда было тоже были у меня несколько видов тоже они вот шоколадный один вид очень долго тоже стоял у меня поэтому вот некогда все просто некогда со всем этим заниматься и снимать ну что ж мои дорогие на этом я хочу закончить вот обзор семян я думаю что я принесла вам радость и очень вы хотели смотрите и наслаждайтесь а вот я оставлю обязательно ссылочки двух годов 2016 и 15 урожай мой и вообще если хотите больше посмотреть сейчас у вас есть время время и вам вы хотите сейчас окунуться в сад как говорится огород то добро пожаловать на мой канал вот и посмотрите сад огород у меня такой плейлист есть и там уйма всяких разных так сказать видео о теплице и о многом другом пожалуйста смотрите и наслаждайтесь ну и на этом прощаюсь с вами всех люблю и уважаю все что я делаю все делаю с любовью и для вас мои дорогие пока пока с наступающим вам но вас новым годом